Дорогие друзья, хочу попросить вас о маленькой услуге. Нажмите на этот колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. Заранее спасибо! Патологоанатомом работаю уже 10 лет. Знаете, когда участвуешь в похоронной процессии, то страшно как-то. Боишься покойника, ощущаешь какую-то мистику. А вот когда имеешь дело с трупами на работе, то не ощущаешь ничего такого. Просто это твоя работа, это как стоять на заводе за станком. Коллектив у нас мужской, только я одна девушка. Как-то с детства хотелось быть хирургом или патологоанатомом. Мои коллеги всегда рассказывали про какие-то случаи, происходящие в морге. А я никогда не придавал этому значения, молодая еще была, и голова была занята другим. А Семенович, главный наш, всегда говорил, запомни, смерть это не конец. Сама увидишь и узнаешь со временем. Действительно, прошли годы, как-то повзрослев, более серьезно стала относиться к своей работе. И много случаев мистики происходило со мной. Я расскажу вам несколько. Случай первый. Сергей Семенович, наш начальник, всю жизнь проработал в морге и насмотрелся на разные трупы. Уже ничего не боялся. И вот был он на одном дежурстве, привиделся ему мальчик лет девяти. Стоит ногишом, дрожит весь. А на пальце ноги бирка. Семенович спрашивает, мол, откуда ты здесь? А мальчик жалобно так. Мама, мама, где мама? Семенович подскочил и сам не понимает, сон это или не сон. После этого узнал, что перед его сменой привезли мальчика после ДТП. А мать его по какой-то случайности завезли в другой морг. Вот мальчик и искал свою маму. Семенович, когда посмотрел на тело мальчика, узнал его. Случай второй. Еще до меня работал в морге санитар. По-моему, Сашей звали. И любил очень Санька женщин доступных. А так как он их не мог пригласить к себе домой, из-за наличия там жены, то часто приглашал их в морг. Вы только не удивляйтесь, раньше не было никакого контроля со стороны администрации. А что барышням? Им бы выпить, да отдаться плотским утехам, да и отправиться домой. Так вот, привел Сашка, одну из таких девиц, в морг. Посидели, выпили, пообнимались как следует, да и уснули. Проснулся Сашка от крика своей спутницы. А вот той глаза выпучены, руками машет. Сашка взял, да вывел ее из морга. Немного отошла девушка и рассказала, что долго ей не спалось. Тошнила очень из-за выпитого спиртного. Пошла наискать туалет, долго бродила по коридорам, в итоге услышала голоса и обрадовалась, что тут не одна. Подходит к тому помещению, голоса немного приутихли. А надо сказать, что кроме нее и Сашки в морге никого не было, кроме покойников. Она заглядывает, там темно, только ноги из простыней виднеются. Жутко ей стало. Выскочила она из этой комнаты, да и зацепилась о порог и упала. В итоге ударилась головой и потеряла сознание. И видит она женщину. Та идет по коридору, простыней прикрывается и как бы сильно хромает. Подошла к ней женщина, а от нее холодом повеяло. Трупный запах такой пошел. И прошептала девица. Ты зачем тут ходишь? Покой наш нарушаешь. Очнулась та девушка и с криками побежала к Сашке. И на самом деле, на то время в морге уже несколько дней лежала женщина. У нее нога намного короче другой была. Случай третий. Вызвали меня как-то на работу ночью. На самом деле, один плюс. Я живу рядом с моргом и долго идти не надо. Подхожу к моргу, а он весь светится. Знаете, такие столбы света бело-сине-фиолетового оттенка. Прямо в небо уходят. Страшно стало. Хорошо, что в морге я не одна была. А коллега мой сказал, что это скопище душ. Очень много мертвецов здесь побывало. И что вот лежат они мертвые, холодные. А на самом деле, все они живые. И после смерти, жизнь только начинается. И слышат они нас. И видят. Случай четвертый. Бывает, что заработаешься. А потом ночью такое снится. Хоть и вовсе не ложись спать. Но этот сон был особенный. Приснилась мне женщина. Она очень плакала. Сказала, что скоро ко мне приедет. И попросила найти ее сына Алексея. А я еще и во сне говорю, мол, как же я найду. И чего она ко мне приедет. Я ее не знаю. И что вы думаете? На завтра привезли женщину точь в точь из моего сна. Мне пришлось делать ей вскрытие. И главное, ничего неизвестное ее родственникам. Я не буду рассказывать, как мне пришлось искать ее сына. Но просьбу ее я выполнила. Вот и не верь после всего такого в мистику.